Здорово, начальники! С вами я, Никитка Серчалый. И что это получается? Вы слышите это жужжание? О, нет! Это жуки. Жуки прилетели. Назовем это неким фэкшн-фокусом. То есть первый фэкшн-фокус нашей редакции, новой по килтиму, открывает жуки. Ну, как бы, ну да, они в коробке. Коробка открывающая, открывающая редакцию. Почему бы им и не быть первыми? Что в целом приоткрыла нам статья по поводу жуков? Что мы вообще с ними будем делать? Как мы ими будем играть? И вообще, в чем, как бы, пойнт у этих жуков? Давайте потихонечку разбираться. Основной тейк в том, что жуки у нас все в 9 вундах, 5+, все они флай, но при этом с флаем есть некие странности. Потому что теперь, судя по вордингу обилок, судя даже по вордингу статьи, флай вынесен либо в отдельное действие, либо в какую-то отдельную обилку. Потому что в самом инфолисте того же жука в ключевых словах, кейвордах, и где-то на его карточке флай как таковой не указан. То есть получается, это будет либо дополнительное действие, либо вот, как говорил я уже и ранее, обилка. В чем, собственно, интерес основной? Почему мы говорим, вот, обилка, способность или нет? Потому что флай теперь, ну, то есть его максимально причесали, то есть флай, это вы просто берете свою модель и переставляете куда хотите на его дистанцию move характеристики, на дистанцию его передвижения. Естественно, там будут какие-то ограничения, потому что в самой статье написано, что вы не можете таким образом зайти в control range вражеского оперативника. Control range, это предыдущий наш engagement range, у которого сменили название. И по ходу этого ролика и статьи вы удивитесь, но название наменяли нам достаточно. Собственно, мы берем модельку, перемещаем, и конец, все, закончено. То есть никаких диагональных измерений, как там в той же десятке по Вархаммеру, никаких каких-то сложных там прошло, не прошло и тому подобное. Просто берете модель и переставляете. И теперь, представляете, вот у нас вот все вот эти жуки так могут. Радует только то, что чаржить они, видимо, используя флай не смогут, и им придется также как бы становиться на ножки и на ножках добегать до цели. В чем же основная обилка и способность жуков? Это их communion токены. По какому принципу эти вот communion токены, communion поинты, они накапливаются? Они генерятся в начале хода на D3 и плюс 1, если дрон живой находится. У них в комплекте будет такой дрончик, позволяет им лучше связываться, видимо, с кастой огня у ТАУ и тем самым больше накапливать эти токены. Что же, как бы D3 плюс 1 звучит уже немного постабильнее, потому что, ну, хотя бы два токена на начало у вас будет. Ну, а как бы в чем нюанс, как говорится? А нюанс заключается в том, что эти поинты не накапливаются. То есть вы их получили и вот расходуете. Если вы их не израсходовали, то, поздравляю, на следующий ход все вот эти неизрасходованные, они сгорают, и вам приходится генерировать заново. Зачем же нужны эти поинты? Эти поинты нужны для четырех действий. Если ты не хочешь стрелять в ближайшую цель, если ты не хочешь чаржить, как бы, ближайшую цель, то есть, понимаете, да, у нас изначально ограничение идет, что мы можем чаржить только ближайшую и стрелять только в ближайшую. За токен вы можете это игнорировать. Также за токен вы можете сделать веспидом мишен экшен и рерол одного куба. И вот тут, как бы, считаем, прикидываем, что в лучшем сценарии у нас четыре токена, в худшем сценарии у нас два токена. И, как бы, спрашивается вопрос. Был такое у нас рассуждение, сколько же точек у нас останется в редакции новой на данный момент, потому что не очевидно. Шесть их будет, будет их меньше. Кто-то говорит, что их будет три. И вопрос назревает все больше и больше. Потому что, если вы выкинули, считайте, два этих поинта, то у вас всего два веспида по поинтам способны сделать какие-то миссионные действия, что на самом деле очень, ну, жестко. И не дает возможности как-то стратегически это все там располагать, мыслить. Ну, то есть, прямо неприятно. Дальше. Основная обилка на их вооружении это нейтрон чардж. Что же он делает? Если у вас оружие имеет в своем ключе типа слова нейтрон, то есть, неважно, что это может быть, это может быть нейтрон бластер, нейтрон гранат ланчер и так далее, то, когда модель, обладающая этим вооружением, то есть, наш жук, совершил какое-то действие мувы, то есть, он мувнулся, он пролетел, его оружие получает правило пирсинг-1 до конца хода. В чем же прикол? Что такое пирсинг-1? Откуда он взялся? Пирсинг-1 это буквальная замена нашего старого привычного и любимого правила АП. То есть, пирсинг работает точно так же. То есть, отбирает определенное количество кубов по значению, сказанному в конце пирсинга, от защиты от стрелковых атак оппонента. И, собственно, видимо, учитывая, что даже у обычных ворьеров есть эти нейтроны, как минимум назван гранат ланчер с нейтроной. И вот тут интересно, насколько дальше это будет продвигаться. То есть, все ли оружие у них будут нейтронные, будут ли та же снайперка. Мы видели специалиста со снайперской винтовкой, но про него нам в этой статье не рассказали. Но кто знает, что из этого получится и насколько он вообще сможет ее использовать. Специалист со снайперской винтовкой, будет у него пирсинг, не будет у него пирсинг, будет ли у него зашитое прям сразу это правило. Может, он без мувы сможет это делать, так как снайперская винтовка все-таки надо замереть на месте, чтобы пострелять. Хотя, как бы, тут пути ГВ неисповедимы. И благодаря вот тому, что мы знаем про нейтронку, благодаря тому, что мы знаем про их основную обилку, тут назревает вопрос. Потому что, заметьте, по основной обилке они могут стрелять только в радиусе 8 дюймов. То есть, они выбирают ближайшую цель в 8-дюймовом радиусе. То есть, наконец-то, ГВ, убрав себе фигуры, то есть, вот эти пятиугольник, там, треугольник и тому подобное, то есть, они смогли теперь более тонко настраивать дистанции аур, дистанции работы обилок, что развязало им руки, что, скорее, хорошо. И тут, как бы, получается, вы должны помываться за своего парня, за своего жука-парня, так сказать, или жука, как бы, девочки, ну, тут, как бы, не спекулируем, тут вы сами, какими их считаете, такими их считаете, это жуки все-таки. И вы уже тратите одно очко действия, как минимум, на какое-то передвижение. И одно очко на пострелять, и вы буквально стоите перед выбором. То есть, получить это АП или не получить это АП, потому что по каким-то другим признакам оно не срабатывает. Вам обязательно надо переместиться, то есть, крылышками попорхать, помахать, зарезонировать вместе с кристалликами, ну, как бы, в вооружении вашем, и получить это правило, как бы, пирсинг один. То есть, позиционирование у этих жуков будет, наверное, прям запредельное, башка у вас кипеть будет, как, как вот, не горюй, потому что, и учитывая дистанции, что вот в 8 дюймов вы постреляете, естественно, вы не всем там будете выдавать эти токены. Естественно, кто-то у вас будет подлетать и стрелять в ближайшего. И мы сразу начинаем сталкиваться с другой проблемой. А кто ближайший? Кто из них двоих будет ближайший? То есть, вот встанет у вас там какая-нибудь два важных оперативника, у вас вес подлетит, и вы там с оппонентом начнете бандиться, типа, нет, этот на полпикселя ближе, нет, этот на полдюйма ближе. В общем, предполагаю, что это действительно будет крайне такая мандежная ситуация, но, надеюсь, все мы, как бы, не, мы все-таки хорошие игроки, мы сдержанные, и до такого не дойдет. Возвращаясь к обилкам, нам в статье затерезили также, что марталки у нас превратились в девастейтинг вунц. Как бы, по-хорошему, даже не просто в девастейтинг вунц, потому что я говорю, это как, знаете, некой вот десяткой на меня повеяло, я поэтому сразу же полагаю на девастейтинг вунц. Нет, в килтиме они все-таки называются просто девастейтинг, но работают, судя по всему, точно так же. То есть, гейм-дизайнеры килтима решили изменить название мартал вунц на девастейтинг, тем самым, наверное, избежав путаницы, когда у нас были вунц-характеристики, которые находятся именно в инфолисте у персонажей, ну, у оперативников, и заменили, так как новички могли запутаться, что вот там есть вунц, а есть какие-то мартал вунц, а может это как-то там с друг другом как-то бьется, как-то не очень встает, ну, и как бы решили, эх, черт с ним, просто запишем, это будет как девастейтинг, и все. Для старичков, наверное, будет путаница, для новичков, я думаю, это все-таки будет получше, хотя не все со мной согласны, видимо, что репозишн, это действительно как бы правильное изменение на нормал-мув, что нормал-мув звучало лучше, чем репозишн, но вот давайте также выясним, как вы считаете, то есть лучше было бы оставить все-таки мартал вунц, или вот девастейтинг, это действительно отличное изменение вординга, и теперь все вообще стало классно, и стало работать гораздо лучше. Теперь же, возвращаясь к инфолисту, которым нам показали у единственного пока жука, это Веспит Скайбласт, он прекрасный и невероятный наш гранатометчик, то есть летает с нейтроном, гранатланчером, при этом по стабильности у меня на самом деле есть к нему вопросы, потому что что мы видим по инфолисту, что у него 4 атаки на 4, плюс 3, 3, Бласт 2, то есть все-таки бластовое оружие, девастейтинг 2, то есть получается, коль мы не видели пока правила целиком девастейтинг, но, видимо, на шестерке будет наносить сразу же по 2 марталки, как на той же там мельте, и это явно не сплэш, потому что, ну, они бы в статье, наверное, об этом упомянули, что это буквально, как бы, еще и замена на сплэш, но нет, это именно mortal wounds, и помимо того, когда он пострелял по цели, он располагает токен в районе контрол рейнджа, то есть в районе, ну, бывшего engagement рейнджа у модели, и этот токен на протяжении, как бы, один раз за активацию вражеского оперативника, он, если находится в 2 дюймах от этого токена, он получает D3 mortalog, при этом, как бы, если токенов лежит несколько, а, видимо, мы токенов можем класть несколько, потому что у нас нет ограничений, что надо токен убрать, то есть гранатчик может накидать этих токенов много, то, как бы, модель получает вот D3 mortal wound ну, нынче даже не mortal wound а получается devastating, но в самой обилке об этом не сказано, то есть, поэтому просто получает D3 урона, и, возможно, какие-то обилки у других оперативников тоже будут на этом завязаны, что, например, этот урон его как-то можно будет отбросить, а вот там те же devastating нельзя, но это уже, конечно, чистой воды спекуляция, потому что на данный момент из того, что нам известно, все как-то неравномерно и не очень понятно, то есть, что из этого всего выйдет. К тому же, опять в статье профигурировал эквип, и мнения начинают делиться как и у меня, так и у других прочитавших статью, я думаю, как и у вас, потому что теперь не очень понятно, вот эти 4 очка, даже не 4 очка, 4 слота под экипировку, это касается только общей экипировки и персональной экипировки, то есть, 4 там, 4 там, или все-таки это распространяется на всю экипировку, то есть, мы выбираем между баррикадой и какой-то экипировкой для себя, непонятно. Что ж, я думаю, будущие статьи нам раскроют эту тайну. Что же нам показали по поводу экипировки для веспитов? Всего две экипировки. Первая экипировка кратко заключается в том, что веспит с этой экипировкой может сделать мишен-экшен без затрат комьюнион-поинта, то есть, что развязывает вам немного руки и даже вот этот сумасшедший жук, который там летает и собирается там стрелять в кого-то, он действительно может взять и сделать миссию. То есть, уже хорошо, уже меньшая привязка к этим комьюнион-поинтам. Также, второй у нас, вторая экипировочка, это ральнуть 2d3 на комьюнион-поинты и выбрать лучший результат из этого. То есть, что повышает вам стабильность на то, сколько у вас будет комьюнион-поинтов. Конечно, вы все еще можете выкинуть глаза императора и выбирать вам не придется между единичкой и единичкой, но как бы, собственно, а в чем проблема? С этим непосредственно ничего не придумаешь. Также, если чуть-чуть заняться буквоестом и внимательно присмотреться к вордингу и экипировке, знаете что? Что-то я не вижу надписи зыс-оператив. Ага, и как бы, что это значит, скажете вы, Никита. А возможно, мы эту экипировку будем выдавать не на конкретном оперативнике, а просто в команду. И уже управляя, как бы, ну, пилотируя команду, мы уже будем решать, в какой момент у кого будет срабатывать какая экипировка. То есть, ладно, если это вот на комьюнион-поинты, которые мы накидываем как бы в определенный момент, быть, мы прямо в моменте сможем выбирать этого жука. Кто же будет делать действие без комьюнион-токена миссионное, а? Звучит интересно. И возвращаясь к последней такой небольшой детали, судя по всему, циферки в правом нижнем углу у инфолиста у нас означают размер базы у модели, что невероятно. Наконец-то в киллтиме это все будет четко и ясно прописано, что не придется выяснять, где у какой модели у вас подставка, то есть, мало ли у вас там старая модель какая-то, вот старый у вас маляной веспит, ну какую вам его подставку ставить? Но теперь ГВ четенько нам говорит, что вот, если вы хотите этого специалиста на конкретно с этим вооружением, вот у вас есть модель, вот вам размер подставочки, все, теперь проблем с этим никаких нет. На этом фэкшн-фокус жуков, видимо, подходит к концу, потому что больше в статье я найти ничего не смог, может вы нашли, кстати, тоже напишите, если заметили что-то необычное, или вообще давайте поспекулируем, кстати, по поводу флая, то есть, останется это обилка или вынесется в отдельное действие, все-таки правильное решение с вордингами или неправильно, потому что у меня вот совершенно неоднозначная как бы реакция по этому поводу, то есть, какое-то переименование мне нравится, какое-то нет, поделитесь, поделитесь мнением, давайте вместе с вами выясним, то есть, что же из этого все-таки хорошо, а что же плохо. а я вам скажу вот что дорогие мои берегите себя и своими пока пока